Юг заметает. Коммунальные службы попросту не справляются. Снег парализовал Одесскую, Николаевскую и Херсонские области. Да так, что наш корреспондент Кирилл Ющишин тоже оказался в заторе и едва успел подготовить материал к эфиру. Снега до колен, ну или до капота. Так коротко можно описать то, что творится на дорогах. Снегопад в Одесской области начался еще в субботу. Вчера утихнул, а сегодня ударил с новой силой. И вот результат. Несколько десятков сел остались без света. Сотни машин застряли на междугородних трассах и сугробах. Их вытаскивают спасатели. Потребовалось привлечение дополнительной техники повышенной проходимости, которая выезжала на данные проблемные участки дорог. В самой Одессе сегодня днем в пробках стали тысячи машин. Снегоуборочной техники просто не хватило, чтобы справиться с таким обилием снега. Мело так, что из Одесского аэропорта несколько самолетов утром не смогли вылететь. Пришлось перекрыть некоторые дороги и трассы. Ну а после обеда снегопад добрался и до Николаева. Буквально за несколько часов дороги замело так, что они стали непроездными и непроходимыми. После обеда многих людей отпустили с работы домой, а городские власти запретили въезд грузовикам в город. Но поздно. Вот на этих кадрах видно, как грузовик, бензовоз перегородил центральный проспект. Трамвай снегоуборочный стал. Проспект весь стоит. То есть мы сейчас с 13 линии ехали, весь город весь стоит. Вот сейчас ребятам тоже поможем, ребятам вытащим. Будем сами домой ехать. Хорошо, что... Люди помогают друг другу, выходят расчищать дороги целыми офисами. Но, как вы видите, пруга продолжается и сугробы растут. Такая же картина и в Херсоне. Все замело. Проехать невозможно ни по городу, ни по области. Власти также уже начали перекрывать выезды. Завтра вряд ли станет легче. Синоптики снова прогнозируют снегопады. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, телеканал Интер, Николаев.